Сохранение всех социальных программ, усиленная поддержка программ развития жилищно-коммунального комплекса и АПК, акцент на привлечении инвестиций стали наиболее значимыми для развития региона направлениями, озвученными губернатором в ходе бюджетного послания. Такое мнение выразили депутаты законодательного собрания по итогам обращения Евгения Куйвышева. Председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина отметила, что грамотная политика и эффективное взаимодействие властей всех ветвей и уровней бизнеса позволили сохранить устойчивость в развитии региона. И в 2014, и в 2015 году, несмотря на внешнеполитическую, внешнеэкономическую ситуацию, наш регион уверенно развивается, и, собственно, бюджет 2016 года, несмотря на все сложности, мы будем формировать как умеренно позитивные. Заместитель председателя законодательного собрания секретарь регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия» Виктор Шептий также отметил значимость сохранения социальной ориентированности бюджета и заострил внимание на повышение эффективности государственного и муниципального управления, связанной с передачей полномочий от муниципалитетов области. Этот вопрос губернатор также отразил в ходе общения с депутатами. Меня лично интересует эффект, который мы от этого получим, конкретно снижение сроков выдачи разрешений на строительство и подключения к ресурсам. Когда мы вот это... да, и удешевление, естественно, квадратного метра возведенного жилья. Его однопартиец, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам законодательного собрания Владимир Терешков отметил ужесточение контроля за расходованием бюджетных средств, обозначенных в бюджетном послании губернатора. Я для себя обратил внимание, это очень важно прозвучал, невероятно жесткий контроль за использованием бюджетных средств. Именно жесткий контроль. То есть каждый рубль должен быть вложен эффективно, но это с позиции того, вложил рубль, получи отдачу. Владимир Терешков подчеркнул, что именно такой подход является основой для рассмотрения государственных программ, которые будут обсуждаться на согласительных комиссиях. Сейчас нужно уделить внимание именно этому вопросу. По его словам, осваивать средства в регионе уже научились. Теперь необходимо, чтобы освоение было максимально эффективным. Собственно, эффективность вложений должна оцениваться с точки зрения того, что эти вливания бюджетных средств дадут Свердловской области завтра и послезавтра. Депутат Законодательного собрания Свердловской области, член фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин назвал бюджетное послание возможностью сверки часов. По его словам, в условиях бюджетного дефицита и ограниченности ресурсов бюджетный процесс может быть сложным. Однако радует, что губернатор подтвердил сохранение финансовых вливаний в сферу коммунального хозяйства, модернизацию инфраструктуры, переселение из ветхого и аварийного жилья. Насколько я понимаю, здесь никаких урезаний не планируется, и жилищно-коммунальная инфраструктура у нас получит определенное развитие, несмотря на бюджетный дефицит. Как отметил заместитель председателя Комитета по промышленной и инновационной политике и предпринимательству представитель фракции КПРФ Андрей Ольшевских, бюджетное послание тяжело конкретизировать и прописать объемы финансирования. Послание – это основные пути и направления развития. Одно из самых главных решений, которое он считает правильным, это движение в сторону привлечения инвестиций. Что бы мы ни делали, как бы мы ни делали, если мы не будем привлекать инвестиции, мы можем сколько угодно говорить, но если у нас не заработает производство, у нас не будет новых рабочих мест, у нас будет слабо налогооблагаемая база. Пока обсуждается бюджет областной. Депутаты Артемовской городской думы готовятся к рассмотрению бюджета муниципального. Многие простые жители нашего округа думают, что это несложная операция. Однако с трудом представляют себе, какой объем проектной и фактической документации депутатам необходимо будет изучить. Кроме изучения, необходимо еще и вникнуть в их суд, взвешенно подойти к принятию тех или иных решений. Пока ясно одно, в сложившейся ситуации, когда бюджет планируется значительно меньше прошлогоднего, народным избранникам придется постараться полной мере реализовать даже ограниченное средство с тем, чтобы хотя бы не нарушить относительный баланс, который установился в муниципалитете.